Музыка Едем в Печоры Но расскажу я вам о вчерашнем дне Дело в том, что вчера мы ездили в Никандрову пустынь И произошла некоторая накладочка Недоразумение Я записал ролик вчера о Никандровой пустыне Об отца Никандре И пустыножители, и подвижники благочестия Который у нас подвязался Вот А потом оказалось, что точно такой же информацию Я уже год назад Записывал И в общем-то получилось, что Я просто повторился Ну и как-то это не очень правильно Я посчитал Поэтому Сегодня вот Сегодня будет два путевого дневника И один за вчерашний день Вот Ну вот мы сейчас Едем по Пскову Это Новые районы Пскова Городочек Небольшой, уютный И движение не очень сильное Так Нам сюда Я вот думал, что же мне записать-то тогда За вчерашний день Посмотрел в почте Там вопросы были Некоторые такие серьезные Что там нужно обязательно Зачитать вопрос Прежде чем на него отвечать Вот Но Был один От молодого человека 18-летнего юноши Который можно В принципе Не зачитывая На который можно Не зачитывая Отвечать Он спрашивал о том Что как вот Выстраивать отношения С девушкой В современном мире Что можно Что нельзя За ручку можно держаться А целоваться можно Вот И говорит сейчас Целомудрие не в почете Не в моде Вот И вряд ли Я найду девушку Это он так пишет Это я цитирую Вряд ли я найду девушку Которая согласится Вот На То, чтобы вот Совсем целомудренно Так сказать До свадьбы Так как быть, мол Ну Вообще-то Вполне естественно Для молодого человека Так думать Потому что вообще Мужчинам кажется Что женщины Более На эту тему Так сказать Заморочены Но На самом деле Все с точностью Наоборот На самом деле Это Девушке Свойственно Скорее думать Что она Вряд ли найдет Молодого человека Который согласится Подождать с этим До свадьбы Вот И Девушки Как раз наоборот Острее Болезнее Переживает Вот То Что беспокоит Этого молодого человека И Если он настроен Так сказать На то Что До свадьбы Ничего лишнего Он просто Находка Для Девушки Но Во время Когда Познакомиться Может Случиться Так Что Он будет Думать Что она От него Ждет А она Будет Думать Что он Прям Стремится И Оба Сглупят Какой Запросто Может Получиться Границы Дозволенного Это Нужно Определять Самим Для Кого-то Абсолютно Там Дотрагиваться Нельзя А для Кого-то Можно И то И другое И Это И то Не Лишним Будет В общем Люди Разные По-разному Относятся По-разному Воспринимают Все Вообще Эта тема Конечно Очень болезненная Я планирую По возвращении Записать Стрим С Натальей Станиславной Как раз На эту Тему Потому Что Для Современной Молодежи Это Конечно Вопрос Очень Болезненный Сейчас Отношение 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 К близости Оно Стало Таким Мало Ну Таким Легким Мало Кто Вообще Сильно На эту Тему Переживает По крайней Мере По-видимому Так Кажется Вот этот Момент По-видимому Так Кажется Очень Важно Осознавать Дело В том Что Есть Некая Реальность Которая Формируется Медиапространством И есть Реальность Которая Реальная Реальность И вот Если Мы Смотрим Телевизор Смотрим Фильмы Смотрим Передачи Все Возможные То У нас Формируется Некое Представление О том Как живут Люди Как они Так сказать Думают Как они Относятся Ко всему Как они Все Воспринимают И вот В этом Вот В этой Виртуальной Реальности Будем Говорить Отношение К Близости К интиму Там Довольно Таки Свободное Легкое Без Особых Заморочек Как-то Так Вот Если я не Ошибаюсь То здесь Поворачивать Вот Вот Но На самом Деле Это Обман На самом Деле Все Не Так Вот Когда Имеешь Дело Непосредственно С людьми Которые Например Приходят На исповедь И вообще Склонны Доверять Тебе И говорить О каких-то Там Своих Внутренних Переживаниях Не так Как они Это показывают В обычной Жизни То Выясняется Что На самом Деле Человек Живет Как В раковине В какой-то В ракушке Думает Что Все Вот Свободно Относятся К этим Вещам Один Только Он Замороченный И Как-то Очень Так Болезненно Это все Воспринимает А все Вон Какие Расслабленные Продвинутые Один Я Какой-то Старомодный И вот Боясь Показаться Старомодным Он Где-то Там На себя Маску Надевает В обычной Жизни А Когда Со мной Говорит То Он Говорит А как Есть Не Боясь Показаться Старомодным И вот Тогда Оказывается Что И Этот Человек И Тот И Другой И Десятый И 105 Человек Они На самом Деле Не Такие Про Которых Нам Рассказывает Телевизор Ну То 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 Они Вроде Бы Такие Но Они Не Так Свободно Относятся К Такого Рода В Переживают И Относятся Очень Трепетно Те Которые Имели Несчастье Поверить Телевизору И Сказать Себе Ну Раз Все Так Живут Я Че Хуже Других Что И Я Тоже Так Буду Ну Раз Все Так Это Все Нормально Воспринимают Я Так Буду Делать Начинают В Разбитого Корыта Переживают Очень Сильно Чувствуют Какую-то Опустошенность Души Потому Что Законы Духовной Жизни Нравственной Жизни Никто Нет Меня Получается Такой Диссонанс С Одной Стороны Вроде Как Все Думают Что Это Нормально И Сейчас Это Никто Не Ценит Думают Так Не Про Себя А Про Всех А По Факту Оказывается Что Все Гораздо Целомудреннее Чем Кажется На Первый взгляд Вот Такая Вот Тема Несколько Непростая Но Насущная Но Об этом Подробнее Поговорим Специально Отдельно Разберем Так сказать Ситуацию По полочкам Помогай Господь Продолжение следует...